Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть за Герингию. Я не нарушил условия содержания, и поэтому мне разрешили снять еще одну серию. Так что поехали! В этой серии, я думаю, мы добьем Израиль и добьем всех оставшихся африканских миноров, после чего Гитляфрика будет полностью под властью Геринга, как и должна была быть. Поехали! И, кстати говоря, здесь в принципе, вроде как, да, приказ Израиля не блокирует, точнее, вообще никакие не делают здесь миссии на море. Следовательно, вот здесь вот я вижу, сейчас мы можем высадиться. Я думаю, надо, во-первых, посмотреть, что у них по армии, у них много дивизий. Эта выставка не будет простой, скорее всего, надо достаточно хорошо над этим поработать. Это раз, два, здесь только один морской порт, и он вот здесь. Это, конечно, не очень приятная новость для нас, потому что это значит, что нам нужно будет контролировать все-таки, наверное, вот эти регионы, верно? Давайте вот как-то так мы будем, наверное, делать поддержку выставки. И, кроме того, высаживаться нужно будет только здесь, и только в эту точку пробиваться, а им только эту точку защищать. Ну что ж, у нас есть некоторые элитные войска, они у нас и попробуют выставку совершить. В принципе, пехота чуть получше будет справляться с этим, но у вот этих ребят есть щиток, и, в принципе, статы получше, верно? Если так их сравнивать, пары рыв получше, они смогут получше подержаться. Хотя пехота вот так умеет получше, опять-таки, да. Значит, мы что сделаем? Мы просто сделаем все самые наши лучшие дивизии, отправим вот в такую вот выставку, чтобы мы ее совершили. Поехали. А остальное все чудо, я думаю, может... В принципе, что делать? Захватывать какую-то новую страну? У нас есть все, что захватывать еще и здесь, так что... Почему бы нет? И наша войска готова, давайте подведем сюда авиацию. Квыске, они еще не готовы, будет еще это месяц длиться подготовка. Но вот здесь вот, я думаю, мы уже можем наступать, и полностью сделать вот так. И, блин, дивизии, конечно, не так много, но... Но каждая стоит 10 их дивизий. Ну, на самом деле, чуть поменьше, но тем не менее, да, тем не менее, очень классно мы размениваемся и просто сметаем потихоньку их дивизии. Отлично. Сопротивление незначительное. Причем у них, кстати говоря, тоже нету снабжения здесь. Я так полагаю, потому что у них... Хотя нет, столица не здесь. Столица... А, ну столица вон там, и она никуда не ведет по снабжению. Логично. А у меня, кстати говоря, есть истребители, которым нельзя выдать ни одно задание. Ну, такие мы, конечно, просто удалим. Ну, да, у них просто ничего нету, так понимаю. Ну, да, просто удалить, что еще делать? И есть авиабаза даже получше, так что туда мы и переводим. Ну, и что по потерям у нас... Как это называется? Конго. Королевство Конго. 2600, а они потеряли 45 тысяч уже. Я считаю, прекрасный размер для нас. Еще одна доктриночка к нам подходит. Почти уже полностью все закачали. Отлично. Вообще-то мы очень имеем, так сказать, малочисленную, но крайне профессиональную армию. Ну, и сжимаем мы наш котел, так сказать, и все. Плюс еще одна территория для нас. У нас, если говоря, вот сюда нету, кажется, в Белле, надо их делать самому, наверное, да? Ну, как еще? Верно? Ну, да. Нам не дали почему-то. Ну, как почему-то? Скорее всего, просто их не было до момента, пока нам не давали вот эти казусы были. Нам дали казусы были, они потом выделились. Ну, ничего. Так, переходим дальше. И вопрос, если здесь центр снабжения есть, только к нему нету железных дорог. Соответственно, что? Соответственно, надо их провести. Вопрос только откуда. Вот отсюда, наверное, будет достаточным. Потому что вроде как здесь что-то как-то по морю приходит. Наверное, есть там снабжение. Да, есть. Отлично. А, более того, даже здесь то, что было снабжение уже какое-то. Ну, железную дорогу будет всегда нормально провести, потому что все равно войсказы двигаются. И на стратегической передислокации это будет полезно всегда. И мы уже начинаем вторую армию моторизованную делать. Именно на моторизованной армии мы делаем, так сказать, опору. И выставка у нас здесь готова уже, наверное, или почти готова? Да, уже готова, отлично. Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. Сейчас посмотрим, что там нам не хватает. Авиацию мы можем перевести вот сюда, пожалуй. Единственное, тактический бомбардировщик, конечно, чуть-чуть подальше, чтобы там место оставалось. И смотрим, что здесь у нас. Штурмовики мы оставим по максимуму там. Они все-таки хотя бы... Нет, ладно, они тоже все равно не достают, к сожалению, да? Да. А что нам не хватает? 0% Я понял, где? Это вот здесь, верно? Верно. Что ж, наша войска поехала. Ой, господи, как там много войск, но... Это просто наша элита. Наша элита сейчас должна будет... Справиться с приказом Израиля. И пошло вторжение. Блин, они очень со смешной стороны заходят. Так, хотя бы могли вот отсюда. Но это классика. Если бы, кстати говоря, я бы заблочил вот здесь вот... Этот морской регион, то они бы вот отсюда высаживались. Так и не заблочил, то не оттуда. И пехоту здесь сминают. Но у нас есть... Знаете, что нам надо нажать? Просто атаку, я думаю, обязательно. Атака у нас хорошая. Нам просто нужно успеть победить, так сказать. Вот отсюда мы и смогли пробиться. Отлично. Здесь тоже не даем им туда подкрепление подводить. Здесь мы сможем пробиться. Мы атакуем сюда. И под форсированной атакой сейчас должны выбить этот порт, я думаю. Плюс окружить его. Есть. Отлично. Достаточно сложно было. Так сказать, по потерям неприятно. Мы, видите, потеряли неплохо боеспособности. Но зато мы его заняли. И теперь можем сюда подводить дополнительные войска. Либо одними этими тоже справиться. Сейчас посмотрим, подумаем. Давайте пока что... Они вот здесь вот будут начинать двигаться. Да, войска наши. А эти войска здесь будут просто начали на расслабоне держать порт. И истощать ресурсы Израиля. Тем более, что у них здесь припасы пропали. У них здесь нету пункта снабжения другого. То есть вот здесь вот... Видимо отсюда им не хватает радиуса. И они здесь просто начинают гореть. Неприятная для них ситуация, пожалуй. Но что поделать им. Видимо ничего. Сделал сразу приказ. Но видите, у нас... Точно здесь приказ уже действует. Они двигаются. Вот так как там это приказ новый. То он не активен. Все еще. Поэтому постоим, подождем немножко. Здесь закончим. И начнем наступление. Хотя в принципе... Можно уже потихоньку двигаться. Давайте здесь тоже нажмем. Ладно. Вроде как у них вообще ноль шансов каких-то. Это при вторжении у них еще были шансы. Сейчас у них еще и снабжения нету. И... Да. Очень грустная у них ситуация. Вопрос еще очень главный. Очень интересный главный. Капиталируют ли они после того, как я здесь все захочу. Или надо будет еще острова выбивать. Ну... Поро узнаем. Кстати говоря, тоже самую проблему в принципе имеем. У нас тоже припасов здесь нету. Но я думаю, мы без припасов сможем пробиться. У нас достаточно хорошие войска. Без припасов они воевали уже часто. Кстати говоря, вот здесь вот пробивают. Поэтому наши отрезованные войска не такие хорошие. Вот в этом случае. И я вижу проблему. Почему у нас есть, так сказать... Проблемы с этим наступлением. Давайте только, наверное, вот так. Хотя... СОП без разницы. Наверное, все-таки нет. Это выглядит чуть-чуть безопасней. Что здесь уже с противником, а здесь нет. И... Это мы отменим. Господи, где оно? Где вот эта вот дорога отменить? Ужас. Нашел. Вроде как, да. Построим здесь РД. И резко здесь эти войска начнут получать снабжение. Давайте пока остановим их наступление. Блин, вот опять-таки. Здесь я бы не хотел останавливать. Там хотел бы. Сможем ли мы здесь построить пункт снабжения? Сколько он будет строиться? 80 дней. Порт. 22 дня. Надо построить здесь порт, я думаю. И станет нам чуть-чуть попроще дышать. Да? Ну, должно. И часть авиации вот сюда тоже отправим. Чтобы здесь наши войска тоже чуть-чуть получше дышали. Ну, начну дышать. И после строительства РД, однозначно. Итак, РД есть. Коробочки доходят теперь. Кстати говоря, недостаточно. Коробочек доходят, но допустим. Вот с моторизацией стало получше. Теперь можно перейти на наступление. Здесь тоже порт достроился. Отлично. Все еще, на самом деле, не так много у нас припасов тут. Но должно стать чуть-чуть попроще наступать. Коллапс в Португальской империи произошел? Германия заплатила Португалию. Ага. Германия выглядит очень сильной, конечно. Рейхспакт на коне в нашем мире оказался. И нам не хватает здесь еще некоторых единиц. Производить их надо. Некоторые единицы заряжения. Да, надо точно повысить их производство. Здесь у нас тоже теперь авиация работает. Там авиация работает. Наши заводы уже на полную производят самолеты. Так что везде мы имеем авиаподдержку. И это очень круто. Сообщать теперь уже есть неплохой Геринг. Марины. Воздушные авиагеринги. Ну и наземные верх Геринги. Я считаю, с ними мы непобедимы. И слушайте, со свободным государством у нас прям очень такая серьезная война произошла. Они, видите, они нас пробивали. Они все-таки имели какое-то, видимо, ПТО. Ну и в принципе по техам они были не слишком плохие. Так что они оказали какое-некоторое сопротивление. Здесь тоже у нас было сопротивление, но в основном из-за вот как раз-таки снабжения. Снабжение, если бы здесь было, было бы все намного быстрее и проще. Но в следующий счет только в столице их. А так они почти капнули тоже. И у нас подписался мирный договор. Что? Ну это понятно, мы сейчас захватим. Территория здесь, кстати говоря, которые все еще были типа оккупированными. А что? Почему он вымерился? И после этого кто-то может говорить, что эта компания это не приказ Израиля. Добиваем мы здесь вот Лагос. И после этого поедем... У нас что-то здесь КБ был еще? Ага, кончился уже, кайф. Есть свободное государство. Отлично. У нас еще на Квокбейс, на Хаусленд. Давайте их тоже съедим. Расторжение договора. Так, я понял, надо срочно это вот сюда. А, я понял, это типа нас так замерили по скриптам, вот этим челам что-то отдали и мы на нас замерили с Израилем. Я понял. Мы-то относимся к ним теперь с отвращением. Мы получили плоды, но есть теперь и неприятности. Тут распущен альянс. Срочно возвращаемся тогда. Это всего лишь удачный маневр. Окей. А, у нас есть Казас Белли на них теперь. Понял. И вот мы докачали все наши доктрины. Супер. Думаю, а там тоже по властингу Герингу. Так что мы идем в ядерные реакторы. И в принципе мы готовы уже. Авиация на позициях. Немножко только у нас есть, я бы сказал, некоторые проблемы с авиабазами. Ну что поделать. Давайте тогда... Нет, мы не вот этих. Этих мы оставим здесь. А вот этих отправим вот сюда. Какая они там тренируются просто. Что ж, наш бывший союзник нам теперь отвратителен. Добычим мы вот эти две дивизии. Я бы даже, знаете что... Не, ладно. Наверное, всех пехотными я делать не хочу. Точнее, всех моторизованными. Давайте они все дотренируются. И после этого начнем наступление. И наша армия полностью готова. Планирование набрано. Авиация на позициях. Мы готовы разбираться с тем, кто нам в свое время помог. Но отказался признавать нашу полную власть. И вообще проблем, конечно же, нет. У нас слишком хорошая армия для африканской страны. Здесь обычно всех не хватает промышленности. И в принципе это боты. Надо всегда об этом помнить. Отлично. С этим мы разобрались. Давайте-ка вернемся все-таки вот сюда. И мы начали производить на море просто уже эсминца. Типа у нас есть 5 тяжелых крейсеров. Это нормально, я бы сказал. И можно просто тереспамить эсминцами. Может когда-нибудь мы еще что-нибудь подстроим. Но нам типа большой флот недоступен. Но какой-то небольшой флот из тяжелых крейсеров с прикрытием эсминцами. Ну, пойдет. И снова водятся на позициях. Только у них как будто... А, нет, дальность не хватает. Я думал, не хватает здесь перепасов. Может быть. Но нет, это просто дальность. Делаем вот так. Наверное, вот эти самолеты уже не стоит использовать в... Так, штурм-атаке. Да, все, 6 атаки у них. Я бы предпочел использовать свои вот эти вот на 31 атаку. Случайно они не заняли место с меньшей атакой. И мы готовы. Абсолютная ламинация у нас в воздухе, на земле. Будет просто... Тотальному разгрому нашего противника. И все. Должен быть как. Да, так и происходит. Кстати говоря, захватываем у них авиацию. Видимо, у них у всех там есть какие-то фокусы на микроавиацию. Судя по всему. Это забавно выглядит. Но вот так. И давайте-ка... Вот сюда уже делать к азбели. Добивать здесь оставшихся противников наших. И я думаю, нечто вот такое станет нашим... Нашим отрезованным дивизмом станет чем-то вот таким, да? Еще легкие танки. Все вот это вот. Но это нормально. Мы теперь видим, что нам не хватает. И будем это просто производить в больших числах, я думаю. Не сменим и нашего генерала. Давайте покачаем еще одного. Здесь КБ скоро будет готов. Мы по нему нападем других. КБ у нас не осталось. То же мы, в принципе, практически свою миссию завершили. Тем временем здесь Россия советская как будто бы успешно наступает. Но вопрос, как долго это будет проходить, да? Как непонятно. Ну, вроде там дебаф висит, здесь баф висит. Вроде должно быть все хорошо. Блин, баф, кстати говоря, очень солидный. Да. Всякие потери очень хороши. И по 15 атаки, и защита, блин, это очень сильно. Это очень хорошо. Но все еще... Ну да, здесь такой фронт, конечно, он будет очень медленно проходить. Здесь тоже какой-то фронт вроде как развивается. Но он тоже, видимо, я думаю, будет очень медленно проходить. Так что эта война вряд ли закончится в ближайшем обозримом будущем. А вот наш КБ готов, так что мы поехали добивать. Ну и просто ноль у нас шансов проиграть. Слишком уж наши хорошие дивизии. Слишком, если говоря, воздуха у нас много, который мы сюда не поставили. Тем не менее, он у нас есть. Да, с ним еще проще все становится, когда у нас воздух еще атакует. Отлично. Две сотни потерь против 30 тысяч примерно будет. КБ есть. КБ на следующую страну уже делается. Осталось чуть-чуть. Кстати говоря, у нас собрали здесь территории. Ну плевать, мы типа ехать их захватим. Я думаю, нам можно не обижаться слишком на них. У нас где-то есть приказ непонятный, мы его уберем, конечно же. И сделаем вот так. О, реставрация. У нас, видите, ивенты, видимо, пошли после того, как мы здесь что-то поделали. И смотрите-ка, месяцы были адскими. Блин, ну вот старые месяцы были адскими, последние нет на самом деле. Смотрите-ка, но статуи были заменены на голову соперников, так что Гернг наш улыбался. И он одержал победу благодаря силе воли. О, да. Кстати говоря, вот здесь вот уже говорят правду, хотя я бы сказал, на тот момент мы этого не делали точно. Воздушные силы наши были лучшими в мире, кстати. Ну, может быть. А танки, которые ромкали по всему, хоть нет. Кстати говоря, вот сейчас так и происходит на самом деле. А он решил облачиться костюм тевтонского рыцаря. Ну, короче, я понял, о ком были те самые слухи. Смотрите-ка, предательство. Получил здесь от Кайзера письмо. Хотя облачает собой привилегии. Титул наравне с Кайзером. Предложение было отменено, а Кайзер сказал замену. Какой ужас. Какой вообще ужас, а? О, королевство Африка. Сюда. Герман Первый станет лидером партии Национал Популизм. А, я понял. Он провозгласился Германом Первым, да? Так и есть. Он завоял всю бывшую Митляфрику. Ему хотелось больше. Он мог иметь еще больше денег, наркотиков, людей и землей. О, смотрите-ка. Ему предлагали должность руководителя Митляфрики. Если он починится Германии. Ага. Этот человек больше никому не починится. Ответ был категорическим. Нет. Конечно же. Теперь мир узнает о славе Германа Первого, законного короля Африки. Сюда. Наш прекрасный Герман Первый. И вот он. И видите, Герман... Герлинг покоряет Митляфрику? Сначала перед нами стояла невыполнимая задача, но теперь мы смогли защитить свою территорию. Отлично. Темный континент стал еще темнее. Поехали. Итак, мы были здесь готов. Вообще, я думаю, нам остается только просто завоевать вот эти вот еще осколочки. Нашей, конечно же, Великой Африки. И на этом, я думаю, в принципе, Герлинг будет доволен. Это и было его целью, верно? Здесь мы, конечно же, без особых проблем высаживаемся сюда, пробиваемся сюда и сразу же делаем КБ на другие страны. И мы получили ядерные реакторы. Отлично. Теперь даже Атом подчиняется Герману Герлингу. Начнем их строить, пожалуй. А, кстати говоря, этот случай к Африке принадлежал вот этой Испании. Хм. Ну, пожалуй, высаживаться так далеко мы уже не будем. Все говоря, Япония, тем временем там Ост-Азию германскую капитулировала. Я вроде как начала здесь побеждать. На Юго-Востоке. Но здесь все еще ничего не меняется. Вот. Так что ничего там интересного не происходит. А мы начинаем войну. Возьмем это осколочком. Ну, я чувствую, да. Просто без шансов каких-либо. Ну, слишком мы уже сильны. И уже через буквально два месяца мы достроим первые ядерные реакторы. И через год где-то мы начнем производить там ядерные бомбы. Насколько я помню, правильнее говорить. Атомная, верно. Но, конечно, у этой страны просто не было изначальных шансов против нашего Германа Гернга. Короля Африки. Остается лишь, я думаю, покорить Абиссинию и вот эти две страны. Ой, смотрите, как Германская империя смогла высадиться в Японию, что ли. Или как-то получилось. Ну, как будто да. Очень странная выставка. Яишки обычно так не делают. Но как будто что-то у них получилось даже. А у нас уже готов кастбелли на вот эту прекрасную страну. Так что мы не сдерживаемся и начинаем. Нападение. Просто без шансов. Опять-таки, даже в горы наши вот эти вот дивизии прекрасные разрывают любые вражеские дивизии. Просто размен, ну, невероятный по людям. И мы практически их капнули уже. Остается только вот эти две страны убить. И мы свою миссию, я думаю, закончили. Есть Абиссиния и Джуранский Султанат. Теперь под контролем настоящего Короля Африки. Итак, вся авиация на месте. И армия на месте. Я всю пехоту переделал уже в эти вот дивизии. Единственное, я бы, наверное, предпочел, чтобы у меня вместо вот этой армии пополнялось бы вот это. Давайте хотя бы... Да, господи, все как обычно. Вот так. Да, господи, не так. Вот так сделать, чтобы вот эти ребята пополнялись приоритетом. Но в целом, я не думаю, что это на что-то повлияет. Мы уже слишком сильны. Итак, мы добиваем последнюю африканскую страну. Надо ее в Марине тоже сразу убить войну. И ну-ка. Ну, кстати говоря, есть один красный... Один красный кружочек. Смотрите, сколько много у нас авиация. Это при этом домашний. Нет, мы даже этот красный кружочек пробьем. Наша авиация просто уничтожает их. Ну, сейчас вот битвы закончились. Да, вот. Как только успевают битвы появляться, там 60 было 70. Просто битва настолько быстро приходит, что сердце не успеет задержаться в них. Да, вот мы уже капиталируем Дагомея и остается лишь... Так, можно... Блин, а где мы? Американский анклав. Коррест Африк, куда нас записали? Сейчас я не понял. Нет Аль... А, нет Альянса. Все окей, логично. 9000 против 100. Кстати говоря, на самом деле они все еще оказывают некоторое сопротивление нам. Да, у них все-таки, видимо, есть какие-то силы. Здесь куча модификаторов, промышленность какая-то. Да, дивизия, видимо, имеет снаряжение. Но нам этого мало. Но нам этого мало. Это мало, чтобы нас остановить. Мы уже слишком сильны. И вот так вот заканчивается эта война. 300 тысяч погибших с их стороны, 20 с нашей. И уже должна вот-вот подходить капитуляция. Мы добиваем, да, последние города. Отлично. На этом и заканчивается, я думаю, история Германа Георинга. Он смог покорить Африку. Он вернул себе всю свою Метель-Африку. Он ее даже расширил. Думаю, столкновение с Германской империей и с вот этим вот этим альянсом, оно теоретически возможно было бы в прохождении. Но я думаю, это было бы просто очень-очень долгая мутная война. И, как я и говорил, амбиции Германа Георинга были именно на Африку, верно? Если воевать дальше, то это будет просто покрас, ради покраса. Я думаю, это не так интересно. Так что на этом я закончу. А с вами, ребят, был ДопГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, ребята, как обычно. Группа Дискорда тоже не забывайте. И до скорых встреч. Пока.